У нас на связи София Гачер, врач, писательница, автор книги для семейного чтения рассказа о Ромке и его бабушке, роман о твоими глазами, издатель, сорганизатор международного конкурса короткого семейного чтения «Мы и наши маленькие волшебники» и фестиваля детских театральных коллективов «Живая книга», который, кстати, проходит в Московском доме книги ежегодно. «Мы и наши маленькие волшебники». Вы же знаете, я адепт Московского дома книги. Да, да, да. Тема эфира очень интересная и актуальна. Из цивилизации Гутенберга в соцсети Цукерберга. У меня первый вопрос, София. Да, пожалуйста. Откуда у вас столь острый интерес к теме семейного чтения? Вы знаете, я вот жила-жила, много работала, бегала, у меня росла дочь, и мне было, конечно, очень некогда. И говорят, настоящие материнские отцовские чувства просыпаются только у бабушки, у дедушек. И у меня родился внук Ромка, Ромка родился в Америке, Ромка родился непростым мальчиком, и он совсем не хотел говорить по-русски, он не хотел учиться писать, он много фантазировал. И мне нужно было что-то придумать, чтобы он захотел читать, захотел писать, читать и писать по-русски. И тогда я стала заниматься проблемой семейного чтения. И мы вместе с ним написали книгу, вот такую книгу, рассказы о Ромке и его бабушке. В этой книге 120 иллюстраций, причем это не просто иллюстрации, это фото иллюстрации. То есть книга получилась такая живая. Эта книга интересна как для бабушки, так и для внука, потому что семейное чтение это, ну, я бы не сказала, такая особая литература. Потому что, в общем-то, вся хорошая литература, которую могут читать дети, обязательно должна нравиться взрослым. Если книга, которую вы читаете своему ребенку, вам не нравится, это плохая книга, не читайте ее своему ребенку. И когда я стала изучать эту тему, что значит семейное чтение? Семейное чтение это когда книга, которая нравится взрослым, нравится ребенку, когда бабушка или мама, или папа, или дедушка читают и обсуждают вместе с ребенком. Аж как этот герой, а как этот герой, а правильно он сделал, а неправильно он сделал. А расскажи, пожалуйста, а перескажи, пожалуйста, а как бы ты поступил? Что происходит в этот момент? В этот момент ребенка учат мыслить. Думать и мыслить – это абсолютно разные вещи. Сейчас появилось очень большое количество детей. Я много на эту тему сейчас разговариваю с педагогами, которые говорят. Более 50% детей читают, они складывают буквы, но они не понимают, они не могут пересказать, о чем они прочли, они не могут рассказать хорошо, плохо, они не могут рассуждать о морали, они не могут описать, а что такое вот слово. Я пошел, покажи, я пошел, это простые вещи. А есть более сложные слова, как такие, как особенно сострадание, сочувствие, сложное понятие. Дети этого не понимают, они не могут описать, у них не развит мыслительный процесс. Мыслительный процесс у человека развивается в течение 25 лет. И замыслительный процесс у нас отвечает особая часть мозга, где выстраиваются специальные нейронные связи. Это наша креативная часть мозга. Мы вот все в детстве знали, что можно изобрести велосипед. Мы все в детстве были креативные, понимаете? Наше детство проходило в дворах, мы что-то строили, мы принимали решения. У нас был определенный опыт. И мы учились мыслить, мы учились принимать решения, мы делали выводы. У наших детей в наше время этого детства практически нет. И современный ребенок, да, мама замечательная, или папа начинает ему читать книжки. Ребенок слушает, но не слышит. И современные дети, у них другое мышление, как, впрочем, и наше мышление, тоже начинается трансформироваться. Поэтому мой эфир и назван из цивилизации Гутенберга, когда человечество тысячелетиями шло к писемности. Человечество тысячелетиями училось мыслить. И всего за последние каких-то там менее чем 20 лет мы начинаем утрачивать эту способность. Почему это происходит? Я хочу как раз это объяснить. Как выйти из этого замкнутого круга? Сначала надо понять, что происходит, что я не придумываю. На самом деле я пилю сук, на котором я сейчас сижу. Я говорю о том, что социальные сети – это большое зло нашей цивилизации. Дело в том, что наш мозг состоит из трех глобальных частей. Первая часть отвечает за потребление информации. Да, вот мы смотрим фильмы, мультфильмы, находимся в социальных сетях, мы слушаем музыку, мы потребляем информацию. Вторая часть нашего мозга отвечает за оценку ситуации, как мы сидим, как это. И две эти части мозга, когда идет поток информации, они работают. Но третья часть мозга, которая так называемая дефолт-система, отвечает за мысли, она заблокирована. Мы все знаем, первую помощь при ранении, да, если ранен крупный сосуд, нужно взять и перетянуть жгутом. И мы все знаем, что максимально жгут может быть два часа, что его нужно ослаблять, чтобы давать питание тканям, иначе конечность, что отомрет, будет гандрит. Но наш мозг, если он два часа, находится в информационном потоке, когда работают вот эти две системы, и наша третья система, отвечающая за мыслительный процесс, за планирование, за оценку ситуации, за выводы, она не работает, туда не поступает энергия, начинается глобальный ишемический процесс. Нейроны начинают погибать, и нейронные связи разрушатся. Но это у взрослых, у которых они выстроены в течение 25 лет. А у ребенка они просто не развиваются. И поэтому наше общество делится и скоро разделится не на богатых и бедных, а на умных и глупых. Как быть? Понимаете? И, к сожалению, об этом очень мало говорят. Вот очень хорошо об этом говорит Андрей Курпаков в своих эфирах. Он психолог, он как бы не нейрофизиолог, не врач, он большая умница, он очень хорошо об этом говорит. Об этом говорят учителя, и нужно бить тревогу. Хорошо, что сейчас появились программы, которые ограничивают экранное время детей в мобильных телефонах. Например, во всех частных школах и в таких достаточно дорогих частных школах Америки запрещено пользоваться мобильным телефоном, компьютером, открывать аккаунты в социальных сетях, калькулятором и так далее. Во время учебы, правильно понимаю? Нет, вообще запрещено. Запрещено. Мобильным телефоном ребенок может пользоваться только как иммедженсы. Только если ему нужно сделать звонок матери, другу и так далее. Не как экран для компьютерных сетей, а то просто как мобильный телефон. Который раньше был с кнопочками такой. Да, да, да. Это со скольки лет, София, скажите? Это какой возраст мы о коме говорим? Вообще, дело в том, что я, например, в ужасе. Я когда вижу в коляске сидит ребенок с мобильным телефоном, а мама замечательно говорит по-другому. Ей ведь хорошо, правда? Отвлекается. Да, ребенок отвлекается, есть время поговорить. Да, а то, что у ребенка не развивается основная часть мозга, ну, слушайте, кто про это знает? Главное, сейчас тихо. А потом в 12 сейчас страшные цифры. Например, 70% подростков до 14 лет находится все свое время онлайн. 70%. И мы подходим, допустим, к подростку, и мама говорит что-то, да, там, помоги мне вынести мусорное ведро. Или как твои дела, сынок? А что он делает? Он на нее рычит. Потому что возникает агрессия. Дело в том, что блокирование вот этой системы вызывает не только умственную деградацию, когда мы становимся зомби просто. Мы не можем оценить ситуацию. Мы как эхо повторяем то, что нам говорят социальные сети, средства массовой информации. Мы не можем оценить ситуацию, потому что наша система заблокирована. Для того, чтобы эту систему разоблокировать, мы пока говорим взрослому человеку, должно пройти 23 минуты. Прежде чем мы, после того, как мы смотрим замечательный сериал 2-3 часа, только через 2-3 часа, через 23 минуты мы можем оценивать ситуацию. Понимаете? Настолько сильный спазм и шемия, пока восстановится кровообращение. Понимаете? Поэтому первое, экранное время в социальных сетях должно быть не более 2 часов. Это табу для всех, особенно для взрослых. А для детей оно должно до 14 лет быть не более часа. Я имею в виду игровое время. Вот сейчас у нас такая ситуация, мы все находимся, ну, как бы вот ограниченно. Мы находимся в карантине, да? И основное количество людей находится в социальных сетях. И что же мы наблюдаем? Вот я, например, как врач, у меня идет шквал колоссальных звонков от моих друзей и так далее. Наблюдается вот такой всемирный приступ мизофобии, да? То есть боязнь заразиться. У людей начинается тахикардия, истерия и так далее, и прочее, и прочее. То есть мы находимся сейчас в таком состоянии жутко информационной атаки. И я, вирус, конечно, пройдет, и эпидемия тоже пройдет. Но сколько людей останется страдать, вот боязнью заразиться, низофобия и так далее, которая ведет за собой, как бы, очень много изменений. Что очень опасно еще подрастающим поколениям в связи с тем, что пользуются постоянно социальными сетями? Дело в том, что дети, начиная, только они учатся писать, у них появляется мобильный телефон, а сейчас это около семи лет уже, они начинают друг с другом общаться в социальных сетях. И это ведет к цифровому аутизму. Дети не умеют общаться вживую. Дети не умеют непосредственно общаться. София, можно я вас вопросу? Скажите, пожалуйста, а со скольки лет можно давать ребенку телефон, чтобы он уже там начинал общаться со своими друзьями, с подростками? Это с 15-16 лет. Вот как вы как врач советуете? Ну, вы знаете, как врач, если как врач, что после 25? Так, ну вы же понимаете, что это невозможно. Потому что в 25 лет формируются нейронные связи, дефолт-системы, отвечающие за осуждения, выводы, фантазию, планирование. И то, что делает человека, человека, человеком разумным. А до 25 лет нужно рисовать, читать книги, заниматься математикой, танцевать, учиться, любить, заниматься сексом и так далее, и прочее, прочее, прочее. Но я понимаю, что это невозможно, да, что компьютер – это часть нашей жизни именно как рабочий инструмент, понимаете? Как рабочий инструмент. И, конечно, я понимаю, что время нужно ограничивать, да. То есть до 14 лет – это час, с 14 лет – полтора часа, после 25 лет – это максимум 2 часа в день. Причем нужно делать перерывы в общении на 23 минуты. Поэтому сейчас очень много появилось медитативных практик, медитативных классов, рекомендации заниматься медитацией, йога, да. Очень много есть рекомендаций, что после часа ваши работы в компьютере, пожалуйста, удобно, представьте и так далее, и прочее. Если вы посмотрите, все эти медитативные практики в основном рассчитаны на полчаса. Почему? Потому что это то время, во время которого восстанавливается кровоснабжение в этой части мозга, которая была заблокирована при вот этом мощнейшем информационном потоке. Но я говорю об информационном потоке, как это мультфильмы, это сериалы, это игры, это вот просто просмотр социальных сетей. Я не говорю о работе в компьютере, да, когда идет достаточно интенсивная мозговая деятельность человека, когда он выполняет определенное задание, а компьютер для него не источник, вот этого потока информационного бума, да, а рабочий инструмент для выполнения профессиональной задачи. Вы посмотрите, пожалуйста, вот на наших бабушек, которые все время смотрят сериалы, да, они ведь деградируют. А те бабушки, которые не смотрят сериалы, они прекрасно читают стихи. И потом, вы знаете, вот я, например, сама деградирую, да. Я когда-то очень много знала стихов, я прекрасно читала у себя в мозгу. А сейчас мой мозг говорит, а зачем? Мозг хочет лениться. Он ведь хочет беречь энергию, он хочет выжить. А зачем? Можно открыть телефончик и узнать, кто где когда родился, кто написал это стихотворение или поет эту песню. Зачем тебе это помнить? И наш объем нашего мозга, так называемой оперативной памяти, снижается. Наш мозг, лентяй, он делегирует, как бы говорит, а зачем я буду здесь это все хранить? Вот у меня есть компьютер. Я всегда нажму кнопку и узнаю. И мозг деградирует. Хорошо, спасибо. София, у нас очень много вопросов в чате появилось. Я, знаете, предлагаю сейчас переключиться на вашу книгу, все-таки поговорить о детской книге. У нас проходит фестиваль детских театральных коллективов «Живая книга». Это первый момент. Второй момент – ваша прекрасная книга, рассказы о Ромке и его бабушке. Вы столько постановок видели различных театральных коллективов, и как это живо, и сколько эмоций вызывают эти дети, которые ставят по вашему книге постановки. Они же в восторге, они счастливы. И вот скажите, пожалуйста, как помочь детям вообще полюбить книги, и какую роль играют семейные традиции, как раз-таки которые вы прививаете, семейные традиции к чтению совместному? Понимаете, ребенок, он моментально вычисляет ложь. Он так умеет мимикрировать и приспосабливаться. И если мама читает книги, если папа читает книги, если дедушка и бабушка читают книги, то дети будут книги читать. Все идет от взрослых. Взрослые люди должны читать книги, и дети должны это видеть. Это самое первое и главное. Только любовь взрослого к книге может победить то, что сейчас происходит. Это первое. Второе. Должны быть семейные традиции. Взрослый должен читать книгу вместе с ребенком. Нужно найти... Это какое время, например? Это вечер? Утро, вечер? Как вот вы рекомендуете? Или утром и вечером? Как удобно. Зависит от личного графика семьи. Это может быть и вечер, это может быть и день, это может быть и утро, это может быть и несколько раз в день, допустим, по 10-15 минут, потому что ребенок маленький, ребенок устает. Понимаете, вы не можете маленького ребенка посадить на полтора часа и ду-ду-ду ему книжку. Если он внимательно смотрит и показывает пальчиком, то вы знаете, я вам хочу сказать, что, наверное, надо сходить к психологу, потому что у ребенка есть определенные эмоциональные нарушения, потому что ребенок, здоровый ребенок, он живой, его внимание концентрируется с каждым возрастом все больше и больше и больше. Но если ему, допустим, 3 годика, то он концентрирует свое внимание 30 минут, да, 15 минут, а если ему уже больше, то он уже может быть... Почему уроки 45 минут? Потому что невозможно больше концентрировать внимание. Поэтому все зависит от вашего ребенка. Нужно брать книгу, нужно читать, нужно задавать ребенку вопросы, нужно обсуждать, можно играть, можно вырезать... Постановку делать, да? По книге. А? Тоже постановку сделать по книге. Играть. Отсюда и живая книга. Мы играем в книгу. Сначала дети эту книгу читают, а потом они начинают в нее играть. И они показывают другим детям, как можно в книгу играть. Отсюда и фестиваль «Живая книга». Да. У нас есть вопросы по вашей книге. Подскажите, кто делал эти прекрасные иллюстрации? В книге 120 фотоиллюстрации. Эти иллюстрации делал замечательный фотохудожник. Его зовут Георгий Козлов. Он не профессиональный, ну, конечно, профессиональный фотохудожник, да, но вообще он полковник, космический хвост. Это его хобби. Поэтому здесь столько любви, понимаете, в этих фотографиях. И за счет этого книга кажется живой. И все, что рассказывается в этой книге, это правда, потому что есть живые иллюстрации, да. Например, там есть ворона-каркуша, которая выпрашивает сушки, и сушки эти обязательно должны быть продвоговаты. Почему? Потому что эта ворона на них ездит с горки, как на вот такой слайдоске. И есть соответствующая фотоиллюстрация, как ворона действительно едет на этой сушке, понимаете. То есть это такой вот реальный, реальный мир. Причем эту книгу могут читать и бабушки, и дедушки, и все. Там есть очень взрослые фрагменты, которые можно детям не читать, которые предназначены только для взрослых. И что читать, и что обсуждать с ребёнком, решает всё-таки взрослый в этой книге. Потому что в этой книге говорится, например, и о таких вещах, как о смерти. Потому что здесь погибают герои книги, погибает Бобтейл, собака Ларри, и погибает попугайчик Дор, которая жила у него за ухом. Вы же говорите, что в ваших книгах очень много животных. Это тоже большой плюс. Да, почему? Потому что я всегда рекомендую, понимаете, если у вас родился ребёнок, обязательно возьмите животное. Если вы боитесь, что он его поранит, он маленький, возьмите себе кролика. Он ласковый, мягкий. Ребёнок сможет его трогать. Он будет ощущать тепло. Потому что с помощью животных ребёнок познаёт мир. И что ещё очень важно, с помощью ребёнка у ребёнка развивается его эмоциональное тело, эмпатия. Ребёнок учится со-переживать, со-участвовать, заботиться. То сейчас, чем страдает подрастающее поколение. Они не эмоциональны. Они общаются друг с другом по социальной сети. Они очень быстро истощаются от личного общения. И самое страшное, у них нет эмпатии. Они не чувствуют эмоций человека рядом с собой. Потому что в компьютерной игре каждый заменяем. У них нет сопереживания к родителям. У них нет сопереживания к родителям. И вот как раз этому учат животные и кошки, и собаки. Поэтому это очень-очень-очень важно. Мило. Знаете, у нас есть вопрос, который как раз я хотела тоже сделать такую небольшую рекламную паузу. Есть ли в Московском доме книги книга София Гачер «Рассказ о Ромке и его бабушке»? Конечно, конечно, друзья, есть. Если вы пройдёте по шапку нашего профиля, там есть ссылочка. Заходите. 15-процентная скидка на замечательную книгу. И ещё в подарок журнал «Читаем вместе». «Навигатор в мире книг». И вообще все книги в интернет-магазине у нас 15-процентная скидка. Это «Навигатор в мире книг» за март месяц? За апрель. Потому что в мартовском «Навигатор в мире книг» есть статья о моей новой книге «Путешествие внутри себя». Но её пока в продаже нет. А в московском доме книги есть вот такая моя книжечка «Твоими глазами». Это мой роман. Тоже очень интересный. Сейчас, поскольку роман посвящён врачам, а у нас кто главный? Если эпидемия врачей, если пожар, пожарники. Да. Как долго вы пишете книгу? Год или месяц? Вот такой вопрос от наших зрителей. Вы знаете, я пишу свои книги долго. Я пишу свои книги всю жизнь, поскольку я очень поздно начала писать. И сначала книга, сначала есть какие-то заметки, зарисовки, которые складываются в какой-то вот сюжет, который цепляет. Потом я пишу, могу писать 3-4 месяца, могу писать год. Потом я понимаю, что эмоционально истощаясь, я уже начинаю халтурить. Я начинаю описывать, какая заря красивая, пуговицы. Книга становится пустая, в ней нет эмоций. А если мне перестаёт, мне неинтересно самой писать книгу, то кому же её интересно будет читать. Поэтому я её откладываю, и у меня книга может проезжать год. Пока я опять не накоплю эмоции для того, чтобы дальше развивать сюжет. Потом я очень долго правлю книгу. И все равно, и счастьем, всегда есть ошибки. Ну, без этого, как же без этого? София, очень просим вас, может быть, небольшой короткий отрывок из книги. Прочтите, пожалуйста. А из какой? Рассказы о Ромке и его бабушке? Да, да. Сегодня мы ведь говорим о детском чтении, как всё-таки привить ребёнку привычку, любить книги, читать литературу. Это очень важно. Есть вопрос, верно ли, что пример родителей очень важен для того, чтобы любил читать ребёнок? Конечно, мы уже об этом говорили. Я прочту тот отрывок, он очень эмоциональный. Я всегда сама плачу, когда его читаю. У меня есть такой рассказ, называется «Зеркальный бог желаний». Ромка большой-большой фантазёр. Значит, он придумал, что передавать свои желания Санта-Клаусу можно через зеркальные шары. Да? Но зеркальные шары, которые висят на ёлке, потому что везде есть зеркала, но зеркальные шары, которые висят на ёлке, они могут только игрушечное желание осуществлять. Подарить книжку, там, котёнка, там, куклу, ещё что-то. Но есть настоящее желание, да? И вот он уговаривает свою бабушку поехать в Миллениум парк Чикаго, где находится самый большой зеркальный шар. Он называется «Небесная врата». Такой большой-большой зеркальный бог. И он едет туда, в общем, с бабушкой в бурю, в канун Рождества и просит. Санта-Клаус, сделай так, чтобы у каждого был друг. А почему? Потому что у Ромки есть друг. Дэн. У Дэна нет ни ручек, ни ножек. И у него протезы, и он учится вместе в одном классе с Ромкой. И у Дэна большие проблемы с друзьями. И Ромка хочет с ним дружить, а Дэн не очень хочет с ним дружить, потому что он считает, что Ромка его жалеет. И вот Ромка с бабушкой летит во Флориду. И там перед Рождеством, тогда ещё можно было летать. Уже какой будет мир дальше, я не знаю. Поэтому ещё книжки эти читаются, они как фантастические уже, да, в наших реалиях. И вот идёт такая посадка на самолёт. И что происходит? Да, он встречает Дэна, а у Дэна такая маленькая колясочка, и непонятно вообще, кто там. У него нет ни братика, ни сестрички. Наконец посадка закончилась. Кондиционер в салоне самолёта включился. Дышать стало легче, и самолёт начал выруливать на взлётную полосу. Вдруг над одним из пассажирских кресел загорелась лампочка экстренного вызова. И стюардесса побежала в середину салона, а затем в кабину пилота, после чего командир корабля объявил по радио, что в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров самолёт возвращается к месту стоянки в аэропорту. Как только самолёт остановился, его дверь открылась, и вошли двое. Молодой человек и девушка в голубой униформе с надписью «Экстренная ветеринарная помощь». Глаза пассажиров опруглились от удивления, и многие даже поднялись с места, чтобы понять, что же на самом деле произошло. Ветеринары направились к мальчику и женщине, между которыми на среднем сидении лежал в сумке трёхмесячный щенок овчарки. Маленькое серое тельце животного с обрубками вместо лап непроизвольно сокращалось в судорогах. Глаза его были закрыты, язык прикушен. Мальчик на соседнем кресле был очень бледен и сразу же поднялся, держась за спинку переднего кресла, чтобы к щенку был доступ. «Понимаете, вы должны его спасти!» «Я ждал и искал его всю свою жизнь!» «Он мой друг!» «Я нашёл его!» «Точно такого же, как и я!» «Понимаете, точно такого же, как и я!» Тихо, но очень твёрдо и чётко произнёс мальчик. «Смотрите!» «Он поднял свои брюки и все увидели, что вместо ступней у него протезы!» «Я везу Фредди к моему доктору в Майами!» «Он обещал сделать щенку такие же протезы, как и мне!» «Если мы сойдём с самолёта, то Фредди не попадёт завтра в доктору и останется калекой!» «Я очень прошу вас, помогите нам!» «Глаза Дэна, а это, как вы уже догадались, был именно он, смотрели на ветеринаров и стюардессу с мольбой и надеждой!» «Девушка в голубой униформе открыла чемоданчик, сделала уколу щенку, потом надела на него маску и открыла баллончик с кислородом!» «Штрёхлапый пациент перестал дёргаться, ровно задышал, его прозорил и стал двигаться в такт дыхания!» «Вот и хорошо, летите себе на здоровье!» «Просто твой друг, мальчуган, немного перевозбудился и устал от духоты!» «Каждые 10 минут будешь давать ему немного подышать кислородом, а через 2 часа сделаешь ему ещё один укол!» «Держи лекарство, кислородное оборудование отдашь в аэропорту прилёта!» «Счастливого пути! Ты прав, малыш! Друг, это очень важно в жизни!» «Хорошего вам Рождества и удачной операции!» «Закончила инструкции ветеринар! Все 180 пассажиров, среди которых было не менее 100 пожилых людей, инвалидов и детей, терпеливо ждали, пока будет оказана ветеринарная помощь щенку, который был таким же пассажиром, как и они!» «У него, так же, как и у них, был свой билет!» «Браво! Я прослезилась! Очень трогательно!» «Читая такую литературу с ребёнком, можно обсуждать, правильно поступили, неправильно, как бы ты поступил ты, потому что подобные рассказы рождают у ребёнка эмоцию!» «Очень важно развивать у детей эмоции!» «Мы почему-то все много внимания оказываем, надо мышцы тренировать, да? Мышцы тренировать не будут, ты будешь болеть толстый и так далее и прочее, прочее, это правильно!» «Но при этом почему-то втыкаем себе в уши и слушаем музыку, когда бежим, чего делать нельзя, потому что наши органы чувств нам даны для того, чтобы воспринимать мир, а мы их блокируем, да? Отсюда и, в общем-то, тренировка мышц тоже блокируется определённым образом, потому что нужно думать о том, что ты делаешь, мы так устроены!» «Но мы их всё-таки тренируем, да? Мы как-то пытаемся тренировать мозг, да? Мы понимаем, он заблокировал, он деградировал, но точно так же надо тренировать эмоции!» «Спасибо большое, у нас есть вопросы. Стоит ли принуждать к чтению, грубо говоря, силой забирать гаджеты?» «Вы знаете, вам нужно найти... Сила ничего не решит, но должен быть порядок, порядок в семье. Если вы забираете у ребёнка гаджеты, а сами при этом сидите и играете в компьютере, то это ничего не даст, это будет только колоссальный конфликт. Вам нужно найти общую с вашим ребёнком цель, мотивацию, что будет ему интересно, но не только ему, но и вам. Если вы печёте пироги, то надо пытаться их печь вместе заинтересовать, да? Если вы, например, можно предложить писать рассказы о себе, можно и о ребёнке, можно начать делать вместе фотографии, но опять же вместе, понимаете? Совместное, семейное. Вот это является ключом к пониманию проблемы. Следующий вопрос. Если социальная сеть ЗЛО, то как можете прокомментировать, что сейчас все во время самоизоляции, когда нет возможности лично встречаться, общаются в сетях? Всё должно быть в разумных пределах? Мы, в принципе, об этом говорили, что есть определённое время. Всё должно быть в разумных пределах. Я понимаю, что сейчас изоляция, но я только призываю к тому, что во время изоляции, я понимаю, что дома будет идеальная тишина, если все в членов семьи будет по электронному гаджету, будет тихо, спокойно и хорошо. Но постарайтесь всё-таки использовать это время для совместного общения. Общения личного, для какого-то творчества, для какого-то совместного дела. Найти можно всё, что угодно. Можно придумать смешные игры, можно играть в прятки, я не знаю, там в зелёного крокодила. Можно вместе читать книжки, можно сделать викторины, можно там разыгрывать фанты. Всё, что угодно. И обязательно, чтобы ваша мама не стояла всё время у плиты и не кормила всех. Это можно делать все вместе. Вместе готовы, убирать посуду, превратить в игру. Это будет очень весело. И потом, на самом деле, есть что вспомнить, дорогие друзья. Конечно. Многие сейчас говорят, что дети не читают. А вот если ребёнок читает очень много, постоянно, но его никто не заставляет, может ли это навредить, такой вопрос? Вы знаете, читающих детей много на самом деле. Главное, даже не что читают дети, это тоже очень важно. А что ребёнок понимает в том, что он читает? Понимаете, очень важен момент вашего родительского интереса к внутреннему миру ребёнка. Что же ребёнок читает? Почему он именно читает такую литературу? Почему ему нравится фэнтези? Что ему нравится? Герои? Или ему нравится любовь? А как бы он поступил? Почитайте сами, родители, то, что читает ваш ребёнок. Отсюда и говорится о совместном семейном чтении. Превратите обсуждение книги. Покажите своему ребёнку, что вам интересен его внутренний мир. Только очень искренне. Он действительно вам должен быть интересен. Потому что ребёнок вот так, на один щелчок, поймёт, что вы лицемерите. И будет также лицемерить со всеми остальными. Спасибо большое. Я сейчас сделаю ещё небольшое объявление. Поскольку у нас зрители просят, а где купить книгу, как приобрести. Друзья, сегодня у нас на прямой связи писательница, врач, автор книги «Рассказы о Ромке и его бабушке», роман «О твоими глазами». Вы можете пройти по ссылочке, которая находится в шапке нашего профиля, Московского дома книги. Там, в нашем интернет-магазине, приобретёте книги с 15-процентной скидкой. Интернет-магазин работает. Поэтому заказывайте, и вы в подарок получите вот такой замечательный журнал «Читаем вместе». Навигатор в мире книг. Далее вопрос. Расскажите, София, о своих творческих планах, когда выйдет ваш новый роман и о чём он будет. Вы знаете, вот в «Навигаторе в мире книг», в третьем номере, там есть и в моём новом романе. Роман мой новый называется «Путешествие внутри себя». Если бы не ситуация, которая происходит сейчас, то вы помните, девочка, у нас было запланировано на 19 мая презентацию моего нового романа. Но, к сожалению, мы сейчас не знаем, в общем, сил объективных обстоятельств, но он обязательно выйдет. Спрашивают, где приобрести. Конечно, в Московском доме книги. Да, да, роман будет обязательно в Московском доме книги, но даже сейчас вы можете зайти на мой сайт agacher.com в книжную лавку, и там объявлена так называемая предпродажа романа. Вы можете написать там всё, что требуется, и когда роман выйдет, вам сообщат, и вы сможете его приобрести. Лучше, конечно, прийти живьём, навстречу к нам в Московском доме книги, когда вы сможете с ней пообщаться. Да, объявлена будет в социальных сетях. Ну, ещё я надеюсь, что это не последний мой эфир. Нам в социальных сетях Московского дома книги в Инстаграме. И если будет много вопросов, и меня ещё раз пригласят, несмотря на то, что я нахожусь в Америке, я с удовольствием встречусь со своими русскоязычными читателями. Кстати, очень много пишут с разных стран мира, пишут и маму вместе с детьми, потому что книжка о мальчике, которую не хотела учить русский язык, а книг для детей, живущих за рубежом и разговаривающих на русском языке, вообще практически нет. У них немножко другое мышление, чем вот у наших русских детей. Да. Так, вопросов, на самом деле, много. Продолжаю читать из чата, София. Ваш роман «Твоими глазами» о династии военных врачей Герцовых. Сегодня врач одна из наиболее важных профессий. Что вы думаете об этом? Вопрос. Сегодня врач одна из наиболее важных профессий. Вот вопрос. Что вы думаете об этом? Ну, вы знаете, я вообще-то врач, так можно сказать, в пятом поколении. Я сама из династии врачей. И когда я писала в романе «Твоими глазами», в нём очень много личного, да, в том числе из истории моей семьи. И вообще о врачах, какие они вообще живые люди, какие они в быту и так далее. Да, врач – это важная профессия. И очень жалко, что последние годы... Вот вы знаете, я не могу сказать, что это адепт Советского Союза, и, в общем-то, мне было 30 лет, когда он распался, но некоторые вещи, конечно, можно было бы оттуда взять. Почему-то профессии пекаря, врача, строителя, у нас перестало вообще быть... То есть люди перестали ценить труд других людей. У нас почему-то стал ценен труд только кинозвёзд, спортсменов, политиков. Сейчас всё меняется. Да, всё прочее, прочее, прочее. А люди, благодаря которым мы живём, они... А ведь это очень важно, чтобы тебя ценили. Тогда есть стимул, лучше работать, понимать. Поэтому, конечно, врач – это важная профессия. Но про материальные вещи я не буду говорить. У меня на это свои взгляды, потому что мой дед говорил, что врачи – это разжалованные жрецы. Мы обязаны служить людям и служить больным. И вообще врачу не обязательно вообще платить зарплату. Его хорошего врача больные прокормят. Поэтому у меня к этому особое отношение как к служению. Ну, наверное, это неправильно, да? Потому что человек за свой труд должен получать деньги. Но вообще врач должен служить людям. Если врач не любит людей, не нужно быть врачом. И людям тоже нужно... Вообще людям, наверное, нужно беречь друг друга. И вообще мы привыкли к тому, что у нас как что-то случается, тот самый главный. Да, случилась засуха – значит, вот самый главный тот, кто поливает. Там случился пожар – значит, самый главный тот, кто пожарник. Случилась эпидемия – значит, самый главный, в общем-то, врач. Я не хочу говорить на эту тему. У меня как бы свое видение этой эпидемии. Почему она произошла? Как она произошла? И что сейчас делается? И правильно или неправильно? Вы знаете, как говорят три врача, три своих мнения. Да, на самом деле мнений очень много. Они разделились. Нет смысла сейчас обсуждать это, потому что мы по итогу узнаем, или, может быть, никогда об этом не узнаем. Так, вопрос тоже по вашей книге. Добрый вечер. Лев Анинский в своей рецензии на книгу «Рассказы о Ромке» писал, что в грядущем Ромка видит мир без границ, где в гармонии живут и люди, и животные, и даже грустный телевизор. Мой вопрос такой. А как видеомикшер грядущая сейчас? Немножко, наверное, неправильный вопрос. Как видите вы грядущая сейчас? Вы знаете, мне посчастливилось. Я очень счастливый писатель, потому что одно из своих последних рецензий на мою книгу «Рассказы о Ромке и его бабушке» написал великий Лев Александрович Анинский. Я не побоюсь этого слова. Великий. Великий литературовед, потрясающий писатель, который, к сожалению, вот будто бы назад ушел из жизни. Это был последний литературовед, и рецензент, и литературный критик, советский литературный критик. Он писал рецензии произведения Аксенова, Гроссмана, Бродского, ну и, извините, на Софию Гайчар. И он написал изумительную рецензию. Я отношу это, конечно, к необычайному таланту Льва Александровича, а не к своей книге. Эта рецензия называется «А что в грядущем выйдет Ромка?» Потому что эту книгу как человек очень такого глубокого мышления, аналитического мышления, он воспринял как мост между поколениями, вот между прошлым бабушкой, вот ее советским прошлым, она вспоминает, и о будущем. То есть бабушка – это прошлое, а будущее – это Ромка. Так вот, что же этот мальчик видит в будущем? Каким он видит этот мир? Этот мир без границ, этот мир, в котором в гармонии живут все люди, в любви, в общении, и люди, и звери. Вот так ребенок вот видел этот мир. Сейчас, конечно, идет перезагрузка мира. И вот мир несся, несся, и вот он так раз, и вот как будто кто-то нажал на тормоза. И каким будет этот грядущий мир? Будет ли он без границ? Или все-таки вот биологическая безопасность и определенная фобия начнут выстраивать эти границы? Я не знаю, надо немножко подождать. Но наши дети, они хотят жить в мире без границ, в мире, где можно общаться. Только я очень не хочу, чтобы этот мир был виртуальным. Мне очень хочется, чтобы реальный мир был все-таки без границ, и где все не забыли, что такое любовь. Потому что любовь – это эмоция. Любви тоже нужно учить. И именно чтение, оно учит детей любить, эмоционально развивает любовь. Любовь – это эмоция. Для того, чтобы наши дети умели любить, над этим надо работать. Если родители не работают над этим, то тогда не надо обижаться, что наши взрослые дети нам не звонят, они про нас забывают. Да мы не нужны им просто. Нет эмоций любви, мы ее не созданы. Вот. Вот. Я, к сожалению, время нашего эфира ограничено, поэтому пару вопросов, и будем прощаться до следующего раза. Прекрасный у нас эфир, очень интересный, насыщенный, много информации, полезный. Вот, София, как вы думаете, что сейчас у нас происходит вообще в литературном мире, в детской литературе России, как вы оцениваете современную детскую литературу, и нравится ли она вам как развивается? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что замечательная детская литература в России, и замечательные детские книги, и научно-популярных очень много детских книг, которые говорят и о вселенной, и о литературе, и о биологии, и очень красивые иллюстрации. Книги замечательные, но никакая книжная индустрия не научит ребенка читать, не привьет ему любую только родители, только родители, поэтому нужно проводить детские фестивали, нужно читать вместе с детьми, нужно вовлекать их в театральные постановки, нужно работать с родителями, нужно подключать детских психологов, обязательно школы, а вы знаете, что писателей в школах не бывает, вот я, когда приезжаю в Москву, мне очень больших проблем составляет устроить встречи с детьми, я еще прошу, а можно еще и с родителями, мне вообще как сумасшедший, а зачем вам это надо, мы же не можем вам заплатить, я говорю, да дело не в этом, школы вообще из них сделали крепость, и нет, нет писателей в школах, никому это не интересно, никто не хочет этого делать, почему этим не занимается отдел извините, народного образования когда-то назывался, я не понимаю, ведь не обязательно это превращать в какое-то коммерческое мероприятие, ведь в каждой школе есть школьная библиотека, идея, с другой стороны, у нас же в московском доме книги ежегодные фестивали, их достаточно много, у нас значит фестиваль с книгой в лето, которая скоро стартует, мы в в этом фестивале всегда приглашаем детских писателей, вот пожалуйста встречи, зовем всех-всех-всех родителей с детьми, делаем мастер-классы, все это абсолютно бесплатно, то есть мы как такую несем миссию в московский дом книги, потом у нас дальше фестиваль снова в школу, это перед школой большой фестиваль, тоже собираем. это единственный такой московский дом книги, ну наверное на всю Россию, понимаете, это огромная медийная площадка, вы же флагман, конечно, это замечательно, но, понимаете, эту работу ее надо вот вести, вести скрупулезно, и конечно родители, конечно родители, конечно школа, да, учителя вместе читают, но, понимаете, отношение ребенка к учителю, оно совсем другое, чем к маме, через я с вами согласна, да, дорогие друзья, во-первых, я приглашаю всех, кто сегодня смотрел эфир к нам, московский дом книги, на наши фестивали, которые проходят ежегодно, они у нас уже порядка 15 лет, даже больше некоторые, то есть это с книгой в лето, я еще раз повторяю, в конце мая у нас стартует этот фестиваль, дальше перед, с первым сентября, 13 августа, в день, Международный день левши, начинается тоже снова в школу, фестиваль, смотрите, в общем, за нашими анонсами, пожалуйста, приходите, София Гачер всегда тоже с нами, она делает потрясающие фестивали детских театральных коллективов, где мы можем увидеть постановки, действительно, все детские эмоции, которые они, их таланты видны, и дети безумно счастливы, а еще, я хочу сказать, София, спасибо вам огромное, что вы еще дарите книги всем участникам, по-моему, всем, или победителям, сейчас не помню, всем участникам, это вообще, мне кажется, большая миссия, спасибо вам огромное, еще мне, знаете, приятно всегда, мне ваша помощница всегда дарит коробочек конфет, спасибо большое, вы просто, вы просто единственный автор, который, это реально очень приятно, и это прям, ну, вот, спасибо, я хочу попросить вас, кому понравилось со мной разговаривать, пожалуйста, милости прошу, каждый четверг в мой каунт София Гачер в 20.00 по Москве, у меня прямой эфир, в котором я много читаю книг и отвечаю на вопросы, спасибо, а можно еще попросить вас, перед тем, как мы будем прощаться, пожелайте, пожалуйста, нашим зрителям что-нибудь хорошее, я хочу пожелать всем быть здоровыми, потому что если мы будем здоровы, то мы будем счастливы, мы сможем любить друг друга, и еще я хочу пожелать нам всем, чтобы мы могли трогать этот мир руками, не в перчатках и не в масках, чтобы он был чистый и здоровый, поэтому я хочу всем вам и всему нашему миру пожелать здоровья. Друзья, вот на такой позитивной ноте мы хотим сказать вам большое спасибо, что были сегодня с нами, спасибо вам огромное за потрясающие вопросы, еще раз приглашаем вас в наш интернет-магазин, где сегодня с 15% скидкой вы можете приобрести книгу рассказа о Ромке и его бабушке, которые мы обсуждаем. И твоими глазами, и еще у нас есть замечательная книжка «Дети и взрослые, детям и взрослым» о этой книге финалистов конкурса «Мы и наши маленькие волшебники». И я всех зрителей приглашаю участвовать в этом конкурсе. О нем можно все прочитать на сайте agachr.com. Вот как раз вы сейчас дома и напишите, какие смешные случаи у вас произошли. И вы будете опубликованы вот в такой книжке, которую сможете купить в московском доме книги. Спасибо большое. Я желаю вам тоже крепкого здоровья. Будьте все-все здоровы. Проводите с пользой интересное и приятное дома время. И всего-всем доброго. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Сохраните пожалуйста эфир мы его обязательно выставим в YouTube. До свидания. До свидания.